Повышение потенциала социально уязвимой категории населения – одна из главных задач государства. В этом вопросе проект Аула Манаты и программа о субсидируемых рабочих мест выгодны как для предпринимателей, так и для граждан, ищущих работу. Наша съемочная группа встретилась с одним из представителей бизнеса Алматинской области и узнала об эффективности государственных мер поддержки. Подробности в сюжете. Житель села Утиген-Батыр Жансерик-Нурманбай на протяжении пяти лет занимается изготовлением мебели. Он владеет небольшим частным бизнесом, именуемым «Энзе Групп». В прошлом году по программе Аула Манаты предприниматель получил кредит на сумму 8 миллионов 625 тысяч тенге. Такая поддержка государства существенно помогла ему увеличить объемы производства. Льготный кредит под 2,5% позволил мне и дальше развивать свой бизнес. А программа государственных субсидируемых рабочих мест дает возможность аккумулировать денежные средства. Кредитование производится на очень выгодных условиях, чему я очень рад. Параллельно с производством мебели Жансерик-Нурманбай, открыв небольшой магазин, занимается реализацией товаров повседневного народного потребления. Таким образом, предприимчивый деловар расширяет бизнес. На сегодняшний день мужчина обеспечил работой порядка 9 человек, из которых 3 специалиста трудоустроены здесь через районный центр карьеры. Я увидела объявление в социальных сетях, что этой компании нужен менеджер по продажам. Позже обратилась в центр карьеры и зарегистрировалась в качестве безработной. В течение трех дней моя заявка была рассмотрена, после чего меня сразу приняли на работу. Оплата труда трех моих сотрудников производится через государственную программу поддержки субсидирования рабочих мест. Сумма их заработной платы составляет 110 тысяч тенге. Кроме того, в целях стимулирования я выплачиваю работникам премиальные. В Вилийском районе с начала года получить льготный кредит по программе Аула Монате изъявили желание 103 человека. На сегодняшний день одобрено 87 обращений граждан. 73 из них получили денежные средства и приступили к их целевому использованию. Субсидируемые рабочие места – это работа, при которой заработную плату трудоустроенных частично или полностью оплачивает государство. Такие рабочие места может организовать на своем предприятии любой работодатель, чье предприятие соответствует определенным требованиям. Для этого достаточно подать заявку на требуемое количество мест через электронную биржу труда inbeg.kz. Устроиться на субсидируемое рабочее место могут все безработные, зарегистрированные в Центре занятости населения. Напомним, основная задача Центра карьеры заключается в оказании помощи безработным в вопросах трудоустройства. При этом заработная плата составляет не менее 20 мрп и полностью покрывается Центром занятости. А метод субсидируемых рабочих мест на сегодняшний день является одним из самых удобных и успешных проектов для предпринимателей.